Предлагаю сегодня вам выполнить асинхронные упражнения на сибирском борде. Это дает целых два преимущества. Во-первых, увеличивается нагрузка на внимание. Это значит, что во время такой тренировки ребенку нужно помнить, что нужно не только делать упражнения пальцами, еще и все время качаться. Это значит, что в единицу времени нужно сделать больше каких-либо движений, больше удержать в голове, и тем самым емкость внимания потихоньку расширяется. И уже при боевой задаче, то есть в реальной жизни, в реальных упражнениях, ребенок может больше удерживать задачу в голове. Второе и очень важное замечание. При качании на сибирском борде мозг получает дополнительные стимулы об изменении положения тела и о том, что изменяется что-то в окружающей среде, потому что мы ее видим под разными углами зрения. Эта информация передается в мозг, и мозгу необходимо координировать эти сигналы между правым и левым полушарием. А это значит, что в этот момент передается больше информации, и нейросети там в голове начинают подстраиваться под нашу жизнь, под наш ритм. Тем самым тренируется нейропластичность. Нейропластичность – это такая способность мозга изменяться под воздействием новых впечатлений, новой информации. Будьте нейропластичны! Субтитры создавал DimaTorzok